очень часто говорят что мы не можем там как бы у меня полтора года я дочку не отпускаю иностранца замуж за границей это правильно просто я до сих пор не отпускаю дочку она полтора года со мной живет то что иностранец там большая разница думаешь если они уже встречаются или что-то происходит но это зря я тебе скажу смотри дочка дочь имеет право жить свою жизнь так как она хочет понимаешь азербайджанец он турок он будет американец какая разница лишь бы она была счастливой тебе нет никакой абсолютно разницы как какой национальности будет парень но мое понимание если она с ним счастлива почему нет понимаешь даже если она выйдет замуж и вдруг будет что-то получится не так в этом будет виновата она сама сейчас гипотетически ты поломала всю жизнь если она сейчас замуж не выйдет ей будет 50 и нарядом с тобой будьте она сказать мама это ты виновата понимаешь 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 смотрите подождите вот это насчет родственников это вообще прям больная тема да ну подожди подожди сейчас подождите подождите не давай больше микрофон это не она сейчас будет по два слова закидывать дальше и все усугублять да да родственники родственники это самые хорошие близкие люди нам которые нам желают добра да но ты киваешь и туда конечно вы правы и отдаешь дочку туда куда она хочет они могут тебя осуждать они могут тебя ненавидеть они могут с тобой не общаться но но твоя задача чтобы твой ребенок был счастлив ничего нет хорошего когда вот такая любовь там первая или какая-то серьезная да которую ты не поддержала потом она не выходит замуж до 50 лет у тебя нет внуков и твои родственники скажут опять что ты все равно виновата и дура проще же сразу быть такой и ну как бы зато с внуками азербайджанцами азербайджанцами какая разница это не родственники что ли а это родственники которые плохо думают смотрите какая вам разница как ее ребенок живет то есть она хочет быть счастливой она считает что это ее выбор я хочу быть с этим человеком какое право имеет родная даже сестра чего-то там говорить ну ничего ты не сделаешь просто смотри другое дело что она может сомневаться сама и повестись на вашего такие уловки там мы там что-то подумаем не то если она сама сомневается человеке она вас послушает но если у нее нет сомнений на вас вообще слушать даже не будет она станет и уедет понимаешь но тем что ты ее ей запрещаешь да ты делаешь хуже ты становишься ее врагом ты ее отпусти пусть она съездит хрипнет там может быть понравится может быть нет понравится останется не понравится уедет обратно какая разница какая разница смотрите вы вы наоборот вы же усиливаете вот смотри если вы если вы хотите чтоб они не встречались вот вы своими запретами усиливаете их влечение запретный плот он сладок да и чем больше ты запрещаешь тем больше ей кажется что она его любит еще сильнее да да это же как вот эти любовницы знаете этот ну вот которые с женатыми встречаются они они думают что вот мужчина этот он идеален до тех пор пока он не говорит знаешь я разведусь все на тебе женюсь и она потом понимает ага носки дырявые ест чавкает до этого она его так не рассматривала почему вот кто кто состоял когда-то в отношениях с женатым мужчиной для ее ощущение того что это мужчина идеальный знаете почему потому что он в шестом контуре он умерший вот в теории контуров он умерший потому что он никогда он для тебя не доступен никогда и поэтому он идеальный но как только он с этого умершего выходит в этот в ближний контур он говорит все именно тебе я не на тебе женюсь и ты начинаешь видеть все его минусы в нем и ваша задача просто ну вдруг действительно любят отпусти замуж выйдет выйдет не выйдет ну это будет ее ошибка это ее жизнь это не твоя и ты не можешь за нее проживать ее но это мое мнение я не знаю я не даю советов но я вам говорю вот так мое миропонимание люди должны делать свои выборы и вот единственное что нельзя делать с человеком это лишать его свободы выбора если он хочет жизнь свою сломать и влезть в отношения которые деструктивны пусть влезет если он хочет выбрать как кого-то кого он любит пусть войдет туда в эти отношения вот честно я бы ну ни на кого не смотрел я ни на кого не смотрел плевать я хотел и это же более лидерская позиция чем когда смотреть что родственники скажут а мама скажет а маме понравится не понравится какая разница какая разница она уедет в баку да где там баку это уедет в баку и никогда вас был ее больше не увидите наверное а ну вот видишь что какая разница чего при этом будете думать она там будет этот этот фигу кушать сегодня мир стал маленький да и мы вот это вот глобализация вот это она все равно мы все перемешаемся скоро в казахстане тут все смешано да когда начинаешь ездить там какие-то там в эти в новые вавилоны там вообще очень много всяких разных и непонятно кто с кем когда сойдется если ты каждый за каждого будешь держаться не знаю я я бы на это не смотрел может быть потому что у меня у самого есть опыт дай вон вот зеленый может из-за того что у меня опыт такой ну как бы этот как это межнациональный да этот такой то может поэтому я так проще отношусь но честно не знаю я вам так скажу смотрите выходить замуж за человека другой национальности это такой героизм и потому что есть столкновение культур несмотря на то что мы живем в одной стране и мы как бы в русскоязычной среде и там какой то мы как то склеились все да то дома мы все разные и и вот это столкновение с культур это ну помимо всех психологических каких-то вещей это нужно будет тоже притираться это немного сложнее немного это сильно сложнее проще конечно со своими наверно но ограничивать себя только своими мне кажется тоже глупо ну не знаю я некоторым охота посложнее же но они выбирают посложнее но я вам говорю что когда разные национальности сложнее чуть притирка когда разные культуры еще сложнее то есть вот мы там и там английские там какие там этот французы с ними будет очень сложно вообще непонятно но в америке жили там с этим знаете с американцем я ему говорю пойдем кушать я не хочу он с нами никогда не сиделся за стол я его уже потом поймала бы слушай ну чуть с нами не ешь да вот я не хочу и он когда хочет я когда захочу я пойду поем у них нету в культуре вместе сесть покушать они едят по отдельности все и ты с этим ничего не сделаешь и вот таких моментов будет очень много